В эфире телеканала ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Рейд по предупреждению и снижению травматизма пассажиров прошел на станции Битца, Курского направления Московской железной дороги. Зеленый еще не загорелся. Куда вы идете? Зеленый еще не горит. В одном из подразделений ВИДНОВского ПТО ГХ прошли антитеррористические учения. Сегодня мы проводим командно-штабную тренировку практическую по противодействию терроризму. Марина Спиридонова, заведующая взрослой ВИДНОВской поликлиникой, провела видеоконференцию для сотрудников школ и родителей учащихся. Население не информировано, и мы даем нужную информацию о прививках, как, где и когда это проводится. На станции Битца Курского направления Московской железной дороги прошел рейд по предупреждению и снижению травматизма пассажиров. В нем приняли участие представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, Административно-пассажирской инспекции Московской области, Администрации муниципалитета и полиции, а также волонтеры. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Девять утра, платформа Битца. Поезда следуют один за другим, пассажиры торопятся на работу, кто-то с разбегу заскакивает в вагон электрички, а кто-то идет по железнодорожным путям в неположенном месте или на красный свет. Именно из-за таких непутевых пассажиров Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры и Административно-пассажирская инспекция Московской области регулярно проводят рейды по предупреждению и снижению травматизма на железной дороге. Совместно проводятся рейды сотрудников полиции вместе с волонтерами, с представителями административно-пассажирской инспекции, инспекторами по выявлению нарушителей, задержания и дальнейшему составлению постановлений. Эта мера направлена на профилактику для предупреждения в дальнейшем свертельных случаев. В Ленинском городском округе за прошлый год на ЖД-транспорте произошло 11 смертельных случаев. Значит, 10 из них произошло на Павелецком направлении, один произошел на платформе также станции БИЦ. Кстати, только за два месяца 2021 года на железной дороге уже погибли два жителя муниципалитета. В основном у нас страдают люди, которые безбилетно ездят, прыгают в форум и не успевают уйти с железной дороги. И не видят, и их сбивают. Ситуацию осложняет еще и то, что далеко не все переходы через железнодорожные пути оборудованы светофорами и шлагбаумами. Не только здесь, где светофор стоит. У нас еще также происходят на другой стороне очень часто происшествия. Люди идут с наушниками, молодежь особенно. И тоже бы хотелось бы, конечно, и на той стороне бы также немножко людей предупреждать и стоять. Такие акции, конечно, нужно почаще делать. К сожалению, нарушителей не пугает ни штраф, который сейчас, согласно статье 11.1, части 5 Кодекса административных правонарушений, составляет всего 100 рублей. Не даже перспектива попасть под поезд. А между тем, статистика неумолима. Выжить под колесами огромной многотонной машины практически нереально. Так что на железной дороге риск отнюдь не благородное дело. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видно этого. В одном из подразделений Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства обнаружено взрывное устройство. С таких слов начинался сценарий антитеррористических учений. В ходе них отрабатывалась совместная работа сотрудников учреждения и силовиков. Здесь у входа обнаружен предмет, похожий на какой-то с телефоном. Проводов нет, замотано и сверх телефон. Так начались антитеррористические учения на районной тепловой станции. Сотрудник ПТО ГХ, обнаруживший подозрительный предмет на входе в учреждение, следуя инструкции, ограждает прилегающую территорию. Каждое действие фиксируется в протоколе специалистами отдела территориальной безопасности округа. Звонок в дежурную часть, красные ленты, таблички, проход запрещен. Поводом для беспокойства стал небольшой предмет, который с виду напоминает взрывное устройство. Теперь в дело вступают специальные службы. Тем временем персонал покидает территорию предприятия через запасной выход. А у ворот появляются вооруженные люди. Это сотрудники Росгвардии. Они оцепляют ближайшие подходы к зданию, осматривают предмет и вызывают кинологов. Все идет по заранее разработанному плану. Сегодня мы проводим командно-штабную тренировку, практическую, по противодействию терроризму. Цель тренировки – это отработка действий персонала руководства объекта жизнеснабжения по порядку действий в различных ситуациях. В данном случае при возникновении чрезвычайной ситуации – это обнаружение подозрительного предмета с признаками взрывного устройства. Спустя еще несколько минут появляется кинолог с собакой. Несколько раз животное, натренированное, обнаруживает взрывчатку, обнюхивает сверток. Но его поведение не внушает тревоги. Судя по всему, опасности находка не представляет. Ну что собачка показала? Возревных веществ нет? Нет. Далее за изучение свертка принимаются оперативники. Они фотографируют объект и забирают его для дальнейшего исследования. Районная тепловая станция для проведения учений была выбрана не случайно. Это важный объект жизнеобеспечения. И сотрудники ПТО ГХ были готовы к учениям. В данном здании, вот в момент этой тренировки, находилось 28 человек. Весь персонал был оповещен. Отключен мобильный телефон и выведен через запасной выход из здания. Персонал у нас знает, как уже действовать. То есть он весь принимал участие. Помимо этого производятся инструктажи и периодические, значит, объяснения коллегам, как действовать в таких ситуациях. Подобные учения проводятся на постоянной основе на самых разных объектах. Теперь специалисты установят, насколько были соблюдены все необходимые регламенты и подготовят отчет о работе участников мероприятия. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Марина Спиридонова, заведующая взрослой Видновской поликлиникой, провела видеоконференцию для сотрудников образовательных учреждений и родителей учащихся. В ходе нее она рассказала о важности вакцинации от коронавирусной инфекции, а также ответила на наиболее частые вопросы. В Ленинском городском округе продолжается массовая вакцинация от COVID-19. На сегодняшний день в муниципалитете привито почти 4800 человек, и половина из них уже получила вторую дозу препарата. Желающих защититься от коронавирусной инфекции становится все больше, но также есть и сомневающиеся. Население неинформировано, и мы даем нужную информацию о прививках, как, где и когда это проводится, о осложнениях, о противопоказаниях. Всю необходимую информацию предоставляем, отвечаем на вопросы родителей и учителей школ. Заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Марина Спиридонова провела видеоконференцию для сотрудников образовательных учреждений и родителей учащихся, в ходе которой рассказала о важности вакцинации и ответила на волнующие вопросы. Покажите, пожалуйста, а диабет в какой форме противопоказан? В принципе, диабет не противопоказан вообще. Только декомпенсация диабета, когда очень высокие сахара, кома диабетическая, естественно, в таком состоянии никто прививаться не будет. Но основное число у нас все-таки компенсированного сахарного диабета, и он как раз является фактором риска, и в первую очередь должен был привить от ковида. Также Марина Спиридонова рассказала о реакции на прививку. Антитела у молодых вырабатываются сразу даже после первой вакцинации. И побочный эффект, я забыла вам немножечко рассказать, побочный эффект от вакцинации – это может быть боль в месте прививки, повышение температуры до субфибрильных цифр, ломота в теле, небольшие такие катаральные явления, но они, как правило, проходят в течение дня. В настоящее время на территории Ленинского городского округа работают несколько прививочных пунктов на базе поликлиник и амбулаторий, а также выездные мобильные бригады. Здесь, в поликлинике, в принципе, мы делаем вакцинацию по предварительной записи, но если приходят люди и вне расписания, мы не отказываем им, и между записавшимися их тоже принимаем. Дополнительный пункт вакцинации находится в кинотеатре «Искра», который работает ежедневно с 10 до 15. Еще один – в торговом центре «Вегас». При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВИТНЕ-ТВ. В преддверии Международного женского дня создатели проекта «Стихи живут» предложили представительницам Союза женщин Подмосковья в Ленинском городском округе прочитать композицию стихов малоизвестного, но талантливого поэта Василия Федорова. Что из этого получилось, узнаем из репортажа Юлии Погосян. Проект районного историко-культурного центра «Стихи живут» в свет выходит каждый месяц. За весь период существования в нем приняли участие сотни жителей Ленинского городского округа, сотрудники различных предприятий и общественных объединений. Этот праздничный выпуск стал 22-м в коллекции. Мы очень рады, что историко-культурный центр действительно продолжил эту серию, этот проект «Стихи живут» везде. Они живут действительно везде. Они живут в душе каждой женщины. А сейчас у нас есть еще прекрасный повод. В преддверии Международного женского дня участниками проекта стали представительницы Союза женщин Подмосковья в Ленинском городском округе. Им было предложено прочитать композицию стихов русского и советского писателя и поэта Василия Федорова. Федоров обладает уникальной возможностью очень просто сказать о сокровенном, очень просто сказать о том, о чем мы порой не решаемся говорить самыми близкими людьми, правда? Ну как вот он просто объясняет жизни суть. И мы все с этим согласны. Пять участниц разных возрастов. Пять коротких вырезок из двух стихотворений, как поздравления прекрасной половине человечества с праздником. По главной сути жизнь проста. Ее уста – его уста. Любовь мне, как блистание звезды над миром зла. Любовь мне, как признание на добрые дела. Весь смысл ее и мудр, и прост, как стебелька весенний рост. Любовь, как жажда истины, как право есть и пить. О, где же ты единственный, умеющий любить? Чтоб мир отмылся дочисто, душа тревогу бьет. Любовь мне, как пророчество, зовущее вперед. О жизни суть. Она проста. Ее уста. Его уста. По главной сути жизнь проста. Стихи великолепные, глубокие, наполненные таким смыслом, берут за душу. И очень хочется их донести всем окружающим. Стихи малоизвестного, но, как отметили участницы проекта, очень талантливого поэта Василия Федорова тронули за душу и молодых девушек. Ведь его стихи о вечном чувстве, о любви. Особенно мне понравилась строчка, которая взяла меня за душу, что любовь для меня, как блистание звезды над миром зла. То есть, любовь, как какая-то защита, наверное. Очень рада, что приняла в этом участие. Спасибо всем и всех с наступающим. Прекрасное поздравление с наступающим праздником для всех жительниц муниципалитета подготовила одна из участниц проекта Людмила Косякова. Женщина – это весна. Женщина – это любовь. Женщина – это гармония. Дорогие женщины, всех с праздником. И эти стихи о любви посвящаются всем вам. Коллектив телеканала «Видное ТВ» присоединяется к этим теплым, как дыхание весны, словам. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ирина Кошелева. «Видное ТВ». И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова